давайте для начала я вам представлю здравствуйте меня зовут андрей лебдев я консультант аналитик компании к der line и сегодня мы с вами поговорим о такой вещь как ордерный склад ну вот немножечко терминология здесь конечно гуляет и сам термин на часто непонятен практикам непосредственно тем кто занимается организацией учета компании что имеется ввиду под ордерным складом и для чего он нужен конфигурация 1с 1с к 1с rp для которых актуально то что я сегодня буду показывать значит они все предназначены в первую очередь для ведения оперативного учета и конечно строго говоря складской учет тоже можно отнести к оперативному но все-таки это немного другое значит как только у нас появляется склад у нас появляется еще один разрез учета который в любом случае в компанию существует другое дело что вот этот отдельный складской учет он обычно ведется ну или по крайней мере должен вестись самим складом и чаще всего это происходит как но на бумаге на ведут свои карточки складского учета журналов складского учета но вот этот разрез он должен быть по любому почему потому что на складе работают материально ответственные лица и принципиально неправильно если к ним приходят бухгалтеры на инвентаризацию говорит что вот мы тут насчитали сколько у вас на складе будет лежать товара сейчас вот мы посчитаем посмотрим соответствует ли это нашим расчетам не соответствует вот вы будете должны то есть задача материально ответственного лица вести свой учет и вообще говоря первое действие на любой инвентаризации это как раз сверка сверка того что есть складском учете и того что есть бухгалтерии есть есть несовпадение сначала надо выяснить откуда они взялись вот эти несовпадения и только потом уже идти считать что есть на складе то есть вот этот вот отдельный складской учет он по-любому нужен другой вопрос как именно он будет реализовываться и вот здесь есть варианты варианта есть какие бывают ситуации когда действительно ведут на бумаге ну мы это не рассматриваем бывают ситуации когда склад оформляет непосредственно документ отгрузки или проставляет там какой-то статус ну и в этом случае поскольку право установки этого статуса есть только у склада значит как бы он непосредственно уже в оперативный учет влезает но это тоже не совсем не очень хорошо была ситуация когда на складе ставят собственную в мс-систему и как-то это в мс-систему сопрягают с системы оперативного учета нормальный вариант хотя там бывают свои проблемы вот но сейчас мы как бы не об этом ну и наконец есть тот вариант который существует в 1с у ткрп это вариант когда в системе просто создается отдельный слой учета вот этот вот складской учет есть документы которые оформляют только кладащики есть документы которые оформляют в офисе эти две документа создают два слоя вот этого вот учета и вот эти два слоя учета они не дал они в идеале должны совпасть но могут и не совпасть и вот если они не совпали тогда надо уже выяснять где что прошло не так и ликвидировать это расхождение система дает определенные дополнительные возможности для этого контроля ну вот собственно говоря это первый момент я вам постарался объяснить зачем вообще создаются вот эти вот ордерные склады остается только добавить что функционал ордерного склада необходим в том случае если вы собираетесь создавать адресную систему хранения используя типовые средства erp то есть для того чтобы работала адресная система хранения ордерный склад нужен по определению но об этом мы поговорим на других вебинарах на продолжение вот этой вот серии если конечно это продолжение имеет смысл делать так ну а теперь давайте я включу демонстрацию экрана значит сразу предупреждаю вопрос мы работаем сейчас системе 258 221 вообще тут есть один нюанс последней версии там немножечко технически поменяли значит сам принцип по которому ведется учет случае включения ордерного склада но это отдельная история мысль ну и касается она больше наверно разработчику чем пользователи аналитика давайте значит попробуем с вами создать новый склад ну давайте создадим новый оптовый склад он будет называться давайте вот так и напишем новый ордерный склад я не буду останавливаться вот на этих вот всех настройках содержимое этих настроек я рассказывал на предыдущем вебинаре мы непосредственно переходим к ордерной схеме и структуры как вы видите у нас здесь есть возможность включить ордерную схему документа оборота причем вот сразу же обратите внимание справа ячейки то есть то что нужно для адресной системы хранения мы можем при данном режиме использовать только для справочного размещения номенклатуры об этом тоже не сегодня вот полноценную адресную систему без включения ордеров вы создать не сможете и так мы включаем при поступлении при отгрузке обратите внимание что при отражении излишков недостачи пересортицы и порчи будет все стоять всегда значит контролировать оперативные остатки позволяет дополнительно проверять остатки при проведении ордеров ну и давайте мы включим статусу приходов приходных ордеров тоже вот это вот настройка собирать товары в порядке и не в порядке это настройка которая уже относится к транспорту вот то сейчас мы о содержимое значение вот этого переключателя тоже разговаривать не будем обращая ваше внимание что мы можем включить ордерную систему документа оборота начиная с какой-то даты начиная с какой-то даты то есть созданный склад однажды созданный склад вы можете перевести на ордерную схему с какой-то даты дальше все уже будет строго по ордерам отключать эту схему не рекомендуется так ну что в принципе все настройки которые нужны я сделал давайте я закрою этот новый ордерный склад и обращу ваше внимание на следующее функционал ордерного склада включается в настройках значит это галочку ордерные склады и значит обратите внимание на вот эти вот три настройки которые здесь есть значит но настройка расходных ордеров чуть позже значит настройка порядок оформления значит вот этот вот настройка она за что отвечает если мы поставим вот в это в это положение то нам для того чтобы оформить ордер надо будет сначала оформить приобретение товаров и услуг либо аналогичный документ который фиксирует приход товара если вот так ордер может быть оформлен до оформления прихода в оперативном учете на самом деле ну с моей точки зрения именно вот этот вариант он является более логичным почему потому что на практике как происходит привезли товар на склад сначала что происходит сначала его принял кладовщик там поставил галочки расписался что действительно все соответствует а потом этот документ попадает уже в офис и там бухгалтер менеджер по закупкам его проводят в учетной системе как бы вот так правильно так оформление поступления доступно после оформления заказа после оформления накладной ну в принципе данная настройку мы сейчас с вами тоже использовать не будем она особо она в принципе значение имеет больше для особых схем товаров пути не отфунктурованная поставка кстати говоря вот использование этих схем это отдельная история и кстати можно по ней сделать отдельный вебинар так ну давайте настройки все сделаны по к расходному оформлению расходного ордера мы с вами еще вернемся давайте мы с вами пойдем в закупки и сначала мы пойдем таким простым путем мы просто сейчас дублируем какой-нибудь накладную одно из последних какое-нибудь а давайте вот это что же скопировать так основной поставщик орион склад ну давайте это будет все таки склад новый органный склад значит сделали товары ну вот тут у нас конфеты какие-то в принципе не принципиально предположим у нас поступает 10 килограмм конфет давайте сделаем проводку предположим мы оформили вот это вот приобретение и вот смотрите мы сейчас можем сравнить с вами два отчета у нас есть отчет ведомость по товарам на складах и если мы для этого склада поставим новый ордер на склад нам ничего на этом складе система не покажет если мы с вами пойдем вот сюда финансовые результаты контролинг отчеты по финансовому результату и посмотрим ведомость товаров организации по тому же складов то вот здесь мы увидим на складе вот эти 10 килограмм то есть вот смотрите принципиальное отличие есть отчет по складу есть отчет по организации и этот отчет показывает нам данные складского учета этот отчет показывает нам данные оперативного учета и эти данные как вы видите расходятся причем в складе и доставки вы можете можете посмотреть специальный контрольный отчет который используется для проверки вот этих вот расхождения отчет называется контроль оформления документов товара движения мы выбираем новый адресный склад формируем и вы видите что нам система показывает что у нас действительно есть расхождение между складом и финучетом у нас к поступлению 10 штук и рекомендация оформите приходный ордера на товары на система нам еще и выдает рекомендацию что нам следует сделать где вообще оформляется приходный ордера на товары приходный ордера на товары оформляется в рабочем месте приемка который находится в разделе склад и доставка новый ордерный склад вот смотрите у нас есть основания для приемки в данном случае это приобретение состояние ожидается приемка при необходимости мы можем провалиться сюда и посмотреть само приобретение ну а штатно мы что должны сделать мы должны создать ордер вот у нас создается вот этот вот документ приходный ордер на товары и обратите внимание он создается без указания количества это вполне логично потому что очень часто при приемке используют так называемую пустографку то есть что имеется ввиду у нас кладовщик при приемке получает сведения о том что пришло но не получает сведения о том сколько это сколько там этого чего то для чего для того чтобы он это посчитал а не просто расписался потому что такие случаи они на самом деле бывают так значит хотя хотя сразу хочу сказать вот этот момент тут достаточно легко обходится ну это можешь отключить например мы можем перезаполнить вот этот документ заполним количество и вы видите что это здесь просто но вообще по-хорошему надо это вносить руками так но здесь есть определенная дополнительная информация там штрих-код можно создать записать там какие-то массогабаритные вещи вот там сфотографировать сразу же внести в карточку то есть такой сервис вот значит что у нас происходит дальше у нас приходный ордер на товар создается значит статусе давайте пока уберу насчет статусе к поступлению не требуется пока указание количества и если мы распечатаем бланк приемки мы увидим что вот она та самая пустографка то есть вот это вот это то что кладовщик для пересчета на руки получит так значит дальше у нас идет в работе то есть человек пошел считать дальше у нас требуется обработка требуется обработка это что такое подвешиваем процесс и какое-то время не знаю там стикируем этот товар там или еще что-то или там ждем какого-то спеца который отдельную проверку сделать вот такие действия и когда мы хотим поставить статус принят вот тут система она вот нас уже будет требовать чтобы мы количество внесли вот мы внесли это количество 10 килограмм при желании кстати можно указать реальный номер документа поставщика но это полезно для последующих сверк а вот мы нажимаем провести закрыть по складу мы все сделали и проверяем по контрольному отчету контроль оформления документов товара движения ну видите все то есть никаких долгов никаких расхождения у нас здесь нет значит есть еще одна очень важная настройка которая относится к приемке на ордерный склад значит мы сейчас делали очень простой документ давайте мы ситуацию усложним мы сначала сделаем заказ поставщику я тоже использую то что уже у меня есть просто скопирую укажу новый ордерный склад укажу орион и нам нужно будет закупать мы будем без соглашения нам сейчас больше важен договор и договор мы с вами создадим значит для чего нам требуется договора я его назову закупка на ордерный склад 1 значит вот смотрите на закладке расчета оформления у нас при наличии ордерного склада появилась вот такая вот настройка которая в принципе переопределяет настройки по умолчанию который я вам показал в вы clubs и администрирования что дает эта настройка но вот например после оформления заказа после оформления накладной я сейчас поставлю после оформления накладной Напишу после оформления накладной. Больше здесь ничего похоже не нужно. Давайте записать и закрыть. Я выбрал этот договор. Согласован, подтвержден. У нас тут есть какие-то товары. Давайте я сокращу количество. Товар с вала 1. Не суть важна для нас. Провести и закрыть. И давайте с вами посмотрим. Приемка товаров на склад. Обновим. Вы видите, что пока программа оснований для приемки не видит. Она не видит это основание именно потому, что для этого нам нужно накладную сделать. Давайте попробуем проверить это. Я открываю заказ. И автоматом, с помощью механизма создательного основания, я сделаю приобретение товаров и услуг. Провели приобретение. Смотрим приемку. Вот оно появилось основание. До оформления приобретения ничего сделать было нельзя. Давайте я вот это вот уберу. Помечу на удаление. Вернусь к заказу поставщику и попробую исправить ситуацию. Что я сделаю? Я сделаю новый договор. Сделаю я его копированием. И изменю я в этом договоре вот это после оформления заказа. Есть. Записать и закрыть. Выбираем. Провести и закрыть. Смотрим приемку. Так, я ее закрою, что ли? А, нет, все. Появилось основание для приемки. Причем этим основанием является заказ. Что еще можно сделать? Вернемся в заказ. И создадим еще один договор. После оформления заказа. И я сейчас изменю вот эту настройку. Она была доступна и для накладной тоже. Вместо разделена по документам. Я поставлю сгруппировано по договорам. После оформления заказа. И я здесь поставлю сгруппировано. Есть такая. Записать и закрыть. Так, способ доставки. Зачем это потребовалось? Почему-то сбросилось. Поставим вот это. Сгруппировано. Провести и закрыть. Смотрим приемку. Значит, попробуем. Так, стоп. А я не поменял, что ли? Значит, смотрите. Основания у нас есть. Но этим основанием уже является не заказ, а договор. Значит, но важный момент. Важный момент. Появится вот это вот основание. Только если заказ действительно есть. Это очень важная оговорка. Почему? Я сейчас вам объясню. Давайте мы с вами сделаем следующее. Я, во-первых, возьму. И вот этот вот заказ помечен на удаление. Посмотрим приемку. Видите, основания нет. Нет заказа, нет основания. Нам просто заказ как таковой не показывают. Но он нужен. А я сейчас сделаю вот еще какой момент. Я сейчас создам еще один договор. И здесь я поставлю по текущему договору. Для вот этой настройки группировка не обязательно. Запишу договор. Так, скидываю тут почему-то. Запишу договор. Так, пардон. Я немножко неправильно сделал. Секунду, давайте. Так... По текущему договору. Все. Значит, сделали. Я вот тут переименую по договору. По договору. Записать и закрыть. Заказ закрываю. Я в нем ничего менять не буду. И заказа у нас как такового нет. Он помечен на удаление. Прием к товаров. Давайте проверим. Немножечко нештатно работает. Так... По договору. Так, еще раз проверю. По договору. Закупка на ордерный склад. Действует все правильно. Так, давайте я еще вот эту поставлю. Действует будет с 1 декабря. Вот. Значит, и попробуем проверить еще раз. Вот. Обновилось. Значит, смотрите. Вот здесь у нас появляется в качестве основания договор. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что я ничего не делал с документами поступления. Ни приобретения, ни заказа у меня действующего. Сейчас нет. Но, тем не менее, основания для приемки здесь вы видите. Вот это вот последний режим работы с ордерным складом на приемку. Так, по приемке есть у вас еще какие-то вопросы? Давайте посмотрю чат. Вопросов нет пока. Ладно. Давайте вернемся. Значит, и теперь мы поговорим с вами об отгрузках. Значит, при отгрузке, каким образом у нас все это происходит? Значит, здесь есть только одна тонкость, связанная с настройкой. Я говорю, что мы к ней вернемся. Кто именно будет формировать расходный ордер на товар? У нас формирует кладовщик. Но есть еще два варианта. Бывает ситуация, когда менеджер формирует вот этот вот расходный ордер на основании реализации товаров и услуг. И бывает ситуация автоматически, то есть когда система при наличии реализации сама будет генерить этот самый расходный ордер. Ну, я сейчас выбрал вот этот вот вариант. Что это значит? Мы с вами должны оформить продажу. Создадим реализацию. Основной покупатель. Ну, соглашение. Так, тоже поставим основное. Склад. Новый ордерный склад. Товары. Ну, у нас там Барбариска лежит. Давайте, по-моему, его и посмотрим. Барбарис. Один килограмм. Ну, сколько там? За 500 рублей. Продадим килограмм Барбариски. Барбариски. Вот. Значит, проведем. Я не устанавливал порядок оплаты, поэтому давайте я прям сразу получу деньги за эти Барбариски. Так, как же нету. Ну, без налога, значит. Статус реализовано. Так, почему не хватает одного килограмма Барбариса. Так, может, я тут напутал. Давайте проверим, что там у нас лежит. В видимость по товарам и складах. Барбарис конфеты. Вот это вот странно, да? То есть там, по идее, эти Барбариски есть. Так, а в чем тогда проблема? Так, давайте тогда... В наличии... Доступно 9. Вроде бы все нормально. Ну, ладно. Значит, давайте тогда вот так. Возможно, тут чуть-чуть поменяли. Провелось. И давайте посмотрим склада доставка. Отгрузка. Отгрузка. Новый ордерный склад. Значит, пока не дает. Дата отгрузки у нас 23-я. Все в работе. Проверим еще раз реализацию документов продажи. Реализацию товаров и услуг. Так, это не то. А, вот проблема. Я поставил не то юрлицо. Так, реализовано. Сейчас должно все быть. Так. А поступление безналичных ДС было не туда. Ну, давайте... Это поправим. Связанные документы. Поступление безналичных ДС. Помечено удаление. Так, теперь реализация. Поменяем на Орион. Проведем. Неудо А. Потрясающе. Просто потрясающе. Вступление безналичных ДС. Сейчас, в принципе, я уже это удалил. Так, ну, чтобы не терять времени, я не буду сейчас вот это вот распутывать. Я просто создам новый документ. Его поправлю. Так, теперь вроде бы все правильно. Давайте. Тоже нету. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Появилось основание для отгрузки. Это самая реализация. Создаем ордер. Но у нас оно все равно одно. Вот ордер создан. Значит, если бы у нас было бы автоматически, его бы программа уже создала. Расходный ордер на товар. Вы видите, что у нас фигурируют барбарис конфеты. То, что у нас в реализации. Значит, по распоряжениям у нас один килограмм. Отгрузить предполагается тоже один килограмм. Значит, вот эти вот две закладочки в ряде случаев имеют смысл. В один ордер могут быть включены несколько распоряжений. Сейчас мы с вами это смотреть не будем. Давайте пройдемся по статусу. Значит, статус подготовлено. Это исходный статус. К отбору отправляем в работу этот расходный ордер. Пошли, собрали документы, собрали этот самый барбарис, принесли статус к проверке. Значит, дальше у нас может ставиться статус проверен, статус к отгрузке. Причем, вот здесь у нас есть промежуточная задача проверить и упаковать. Значит, что это такое? Вот это рабочее место, оно позволяет с помощью штрих-кода проверить, то ли собрано. То есть, по идее, вот эта вот табличная часть, она должна заполняться с помощью сканера штрих-кода. Принесли собранное, сканером отстреляли, убедились, что все правильно, и отправляем в работу. Ну, давайте предположим, что мы все, значит, со сканированием, в наличии 1, завершить проверку. Здесь у нас есть возможность переводить ордер в статус проверено к отгрузке. Перевели, значит, при необходимости можем исправить то, что мы напроверяли. Если вся работа закончена, это уже статус к отгрузке, и, наконец, итоговый статус, это статус отгруженности. Вот у нас основной цикл работы завершился. На что еще я хочу обратить ваше внимание? Значит, во-первых, есть вот какая тонкость здесь. При проведении инвентаризации, если вы запустите пересчет на складе новый ордер на складе, обратите внимание, используются статусы. И давайте мы с вами проведем этот пересчет. Так, выполнено. Так. Хотят, чтобы это последовательно было. Ну, хорошо. Давайте. Выполнено. Так, по внесению результатов. Предположим, 8. Так. И выполнено. Сделали. И вот давайте теперь проверим вот эти вот два отчета. Ведьмость по товарам на складах. Обратите внимание, у нас и реализация списалась, и списалась недостача по инвентаризации. Если мы с вами посмотрим ведомость по товарам организации. Здесь у нас только 9. Для того, чтобы здесь произошло отражение результатов, нам надо будет на основании пересчета создать документ пересорти... Нет, списание недостача, в данном случае. Ну, тут особо настроек-то не нужно. Оформили списание. И вот теперь у нас ведомость по товарам организации. И это тоже должно отразиться. Ну, вы видите, что это и произошло. Так, у нас осталось буквально 10 минут. И вот тут я хочу вам показать одну вещь. Значит, то, что касается перемещений. Понятно, что при перемещении на складе тоже возникает необходимость создания приходного ордера на товар и расходного ордера на товар. В зависимости от того, о чем идет речь. Речь идет о перемещении с ордерного склада или на ордерный склад. Значит, я бы хотел обратить ваше внимание на два эффекта, за которыми надо обязательно следить в том случае, если у вас эти перемещения есть и если с ними работают не очень ответственно. Вот смотрите, я сейчас покажу вам остатки, ну вот поэтому по ведомости на товарах и складах. Я покажу остатки по двум складам. Пусть это будет склад новый ордерный. И я еще сюда добавлю основной склад. Так, он у нас не ордерный. Окей, закрыть и сформировать. Ну, в принципе, да. Значит, вот смотрите, у нас сейчас здесь 8 килограмм и здесь 180 килограмм. Итого 188 килограмм. Давайте я попробую вот эти вот 8 килограмм переместить с вот этого нового ордерного склада на склад, который основной. Что я сделаю? Я сделаю перемещение. Сразу же делаю перемещение. Склад отправитель. Склад получает. Добавить. Барбарис. 8 килограмм. И я сразу же, программ мне это не запретит, я сразу же сделаю принято. Провести и закрыть. Да, на самом деле, так, организация Орион. Ну, давайте поставим 7 килограмм. У нас там еще болтается же одна. Вот она на резерве это держит. Провелось все нормально. Давайте посмотрим отчет. Ведомость по товарам на складах. Здесь у нас 187 килограмм, а здесь у нас по-прежнему 8 килограмм. У нас задвоились остатки. Вот это вот очень неприятный аспект работы с ордерными и неордерными складами одновременно. Если на ордерном складе будут тормозить с оформлением ордеров, вот он, этот ордер. Если будут тормозить с оформлением ордеров, у вас в системе появится вот этот вот эффект задвоения. И за этим надо следить. Отчет для отслеживания у вас есть. Это контроль оформления документов товара движения. И он всегда вам покажет, что что-то не так. Вот, смотрите. Завершите оформление расходных ордеров на товары. Ну, собственно говоря, прямо отсюда это можно сделать. Создать ордера. Разгрожим, прям сразу поставлю. После оформления ордера вот этот вот эффект, он уйдет. Вот теперь все нормально. Если вы будете перемещать обратно с основного склада на ордерный, ну, там будет эффект наоборот. То есть, с ордерным, с основного склада спишется, на ордерный склад еще не принято. Но, как бы, эта ситуация, она уже более или менее нормальна, поскольку она нормально на логику ложится. То есть, ну, вот с одного уехал, но другой не приехал. И где-то он там висит. Вот. Но вот в обратном направлении получается вот такая неприятная штука. Так, ну, мы более-менее с вами уложились во время. Вопросы, какие у вас возникли? Статус ордеров? Да, кладовщик. Значит, с ордерами работает кладовщик, там, или завскладом, но это документ именно складского учета. Еще раз повторюсь, смысл ордерной системы состоит в том, что мы складской учет переносим с бумаги в программу. Альтернатива нормальная – отдельную ВМС-ку ставить и организовывать интеграцию. Ну, все тогда. Если вопросов больше нет, то можем останавливать запись. ВМС-ку ставить и организовывать интеграцию. Продолжение следует...